Добрый день, глубокожая начальника диссертационного совета. Утверденный состав диссертационного совета подавляющий на 2.001.26 и 5.6 присутствует 12 человек, в том числе 5 докторов по профилю о 103 диссертации. Таким образом, к воруму есть. Расчистят открыть заседание. На повестке дня защиты диссертации Виана Карвалия Кравида и Киаши на тему «Система с пороговым управлением», входящим по дружкам. Диссертация представлена на совестании ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности А1-2-3 теоретической информатики и кибернетики. Научный руководитель, кандидат физико-математических наук, доцент к акции по кругу информатики и теориориальностей, а в настоящее время кафедра теориориальностей и киберплезопасных факультета физико-математических и естественных проблем Зарядах Иван Сергеевич. Нет ли возражений по повестке дня? Если возражений нет, то приступаем к рассмотрению диссертации. Работа выполнена на кадре в опытной информатике и теориориальностей РУДР. Официальные оппоненты доктора физико-математических наук Моисеева Светлана Петровна, доктор технических наук Барабанова Елизавета Александровна, доктор технических наук, кандидат технических наук Степанов Михаил Сергеевич. Слово для оглашения документов имеющихся в деле соискателя предоставляется ученому секторю совета Анастасии Вячеславовны Демидой. Анастасия Вячеславовна, прошу вас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прошу вас, 20 минут постарайтесь уложиться. Здравствуйте, уважаемые председатели, уважаемые члены страны. Вашему минимальному представляется доклад по цертации «Система с порогами управления передешим потоком». Представлено на соискание ученой степени кандидатов физико-математических наук. Анастасия состоит из трех глав и двух приложений, содержание которого будет раскрыто в докладе. Цель социальной работы является разработка и анализ моделей для расчета показательных функционирования системы с порогами управления передешим потоком с помощью механизмов внапрения. Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи. Первое – анализы, полученные ранее другими актерами результатов для системы с обновлением, построение моделей проектов управления передешим потоком, в виде системы массового обслуживания G-M1 бесконечности с полным и обновлением, в виде формулы для расчета основных и характеристических систем, также построение среди GPS-смонтационной модели позволяет чисто оценить и сравнить показатели функционирования системы с различными вариантами дисциплино-обслуживания и порогового механизма. Научная новизна. В днем порогов механизма управления вероятностным способом принятых в системе заявок, рассмотрен над мотором модели «Сибезопасные зоны» в накопителе, так и для системы с полным обновлением, так и для системы с обмышленными обновлениями. Изучена модели «Сибезопасные зоны» на примере системы безбезопасной зоны и получены основные анальчистические алгоритмы для расчета вероятностей у них характеристик систем. Первая глава церкви посвящена развитию алгоритмов инновидного управления обучениями. с описанием и основных разрезов, а также и применением и современной коммуникационной системы. Этому посвящена первая часть главы. Вторая часть первой главы – это взрослые основные результаты, полученные по моделям с полным и обращенным обновлением. Вторая глава акцентрации посвящена развитой на базе систем массово-служивания РЧИ «Эмоги бесконечно» с моделем обновлением, полным обновлением. Когда заявка, наявляющаяся на прибор, в момент непосредственно перед угодом из системы, может либо полностью обсташить накопитель с заданным вероятностью, либо просто поджидает систему с вероятностью ПИ. Рассмотрены следующие модели. Однопороговый модел из безопасной зоны и однопороговый модел из безопасной зоны. Первый рассмотренный модел – это однопороговый модел, который не только определяет момент включения механизма обновления, но и создает безопасную зону накопителя. Оследование рассматриваемой системы проводилось с помощью несложных моментов цепи Маркова. На слайде представлено упражнение для стационального распределения по угодам цепи Маркова число заявлено на этой системе. Получено в явном виде вероятность для вероятности распределения по угодам цепи Маркова, если число заявлено на копитет достигло или провисло пороговое значение. Получено также вероятность для расчета вероятности обслуживания и сброса поступившей заявки. На данном слайде представлено терминопробазованного класса УТС, распределение времени ждания начала обслуживания и времени провоевания накопителей сброшенной заявки. На слайде представлено начистое выражение для расчета среднего числа обслуживания и сброшенных заявок. В форме для среднего числа обслуживаний и Stuff, форме номер 8, первая с лагами за среднее число обслуживания и сб trimmed безопасной зоны, вторая с лагами среднее число обслуживаний и тех других накопителя в небrocket безопасной зоны. Вторая с выс alémом модела, это над пробукава модела, которая подознащена в У1, только предск disag nhưointему на механизм нагреве. Схема данных моделей представлена на слайде. Следовательно рассматриваемой системы также проводилась помощь вложенных по моменту поступления секс-макетов. На сайте представлены условия rattling санкционального режима и представлено равнение для санкционального установления по вложению секс-макетов числа заявки в системе. Получено в явленном виде выражение для вероятности распределения числа заявки в системе есть число заявок, где накопитель достигла или провисла никакого значения. На данном и на следующем слайдах представлена система уравнений для расчета вариантов обслуживания и спроса заявок. Двойной индекс тут связан с тем, что придется учитывать не только те заявки, которые включились в составах системы индекс Е, но и те заявки, которые могут прийти к системе после рассматривания и привести к облучению механизма обнагрения. На данном и на следующем слайде представлено уравнение для расчета вариантов обслуживания систем через условный образ. Аналогичное уравнение на терминах образования лопаст-синтеза представлено в диссертации. Далее перейдем к результатам эмоционального моделирования в середине СС для рассмотрения живущих систем. На слайде таблица с результатами моделирования на породовый систем без безопасной зоны СИЗ-1 и СБЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ зоне гораздо меньше, чем для системы безопасной зоны. На данном слайде представлена таблица с результатом моделирования гляров разных значений порога коди. На следующих трех слайда представлена граф зависимости среднего времени пробивания от порога и от вероятности полоса, зависимости от вероятности обслуживания и вероятности от вероятности полоса и зависимости от вероятности от вероятности от вероятности обслуживания от значения порога. Третья глава посвящена анализу системы с пороговым механизмом обновления. В третьей главе была рассмотрена моделирование об обновлении и безопасной зоны для разных комбинаций обслуживания. Прямое обновление при обслуживании заявки в порядке поступления и обратное врученное обновление при инверсионном обслуживании заявок. Рассмотрим систему диаграммы, которая предоставлена на слайде. Это однопраговый модел, в котором правило значения коди не только привеляет момент включения механизма обновления, но и задает безопасную зону, из которой заявка не мог быть сброшен. Следовательно рассматриваемой системы проводятся с помощью изложенных моментов на поступление сеть маркеров. Для данной модели на данном слайде предоставлены условия существования социального режима и вспомогательные вероятности. На следующем слайде предоставлены вероятность на распределение погруженности к матерям, где число заявок в накопителе достигло или провисло пороговое значение. На данном слайде предоставлены вероятность для расчета временных характеристик системы. Приятность характеристик системы, приятность обслуживания и приятность сброса. На данном слайде представлены вероятность для расчета временных характеристик системы, далее найдем вероятность для различных вариантов обслуживания и сброса заявок. На данном слайде представлены вероятность для расчета временных характеристик системы, в случае, когда обслуживание и использование по заявкам происходит в порядке последнего времени, а также в вероятность в терминах пропозирования локации стилтез. На данном слайде представлены вероятность для средних временных характеристик системы. Рассмотрим вариант, когда заявка обслуживается и сбрасывается, начиная с последних расчетов. На слайде представлены выражения для пропозирования локации стилтеза функции распределения временных ожиданий начала обслуживания и функции распределения временных пробиваний в накопитель сброшенной заявки. На данном слайде представлена таблица с результатом мы моделировали для различных вариантов вероятности обобщенного обновления, подчиняем синдроматическому распределению с параметром Q, представленным на слайде. Загрузка системы близок к единице и порогов значения равняется 30. С ростом значения вероятность Q, герметического распределения, уменьшается вероятность обслуживания и увеличивается вероятность потери принятой заявки. Уменьшается среднее время ожидания начала обслуживания. На данном слайде представлена таблица с результатами моделирования для разных значений порогов Q1. Из результатов моделирования видно, что с ростом порогов значения, увеличивается вероятность обслуживания при интервью системы заявок и, соответственно, уменьшается вероятность потеря. Среднее время ожидания начала обслуживания увеличивается, как и число обслуживания заявок. Число сброшенных заявок с ростом порога обозначения уменьшается, но при этом среднее время пробивания в накопитель сброшенной заявки увеличивается. На данном слайде представлены градозависимость вероятности обслуживания статей и среднее время пробивания заявка в накопитель от порога позже. На данном слайде перечень научных конференций, где были представлены полученные результаты по работе. На следующих двух слайдах представлен список основных публикаций по теме эксцертации. Далее представлены основные результаты работы. Для систем массов обслуживания теми и бесконечности рассмотрено пороговое управление градежным потоком с помощью вероятности механизма спроса. Полное обновление. А второе, для моделей в себе безопасной области в накопителе доказано, что вероятность распределения чисто заявки системы по вложению степи Маркова имеет громадический вид, есть преодолен порог Q1. Предоставлены формы для расчета основных вероятностей и характеристики, как для обслуживания, так и для сброшенных заявок. Для моделей в безопасной зоне доказано, что вероятность распределения чисто заявки системы по вложению степи Маркова имеет громадический вид, есть преодолен порог к накопителе. Предоставлены уравнения для стационарного раскрытия времени погибания в накопитель службы или сброшенной заявки. Для системы GM1 бесконечности обобещено обновление осмотра механизма порогового управления трафиком, причем пороговое значение Q1 определяет момент включения механизма сброса и задает границу безопасной зоны в накопитель, из которой на родящейся линии заявки не мог быть сброшен. Доказано, что вероятностное распределение числа заявки в системе по должности марка имеет методологический вид. И последним, среди GPSS с построенными бассейнами моделей для всей рассмотренной службы. Доказано также, что среднее значение основной характеристики не зависит от дисциплины обслуживания или обновления. На этом я все. Спасибо большое за внимание. Большое спасибо. Оставьте результаты на слайде. Будут ли кинуть вопросы к соискателю? На слайдах, среди прочего, где-то 29-30 слайд, я увидела формулу для среднего времени пребывания в накопителе сброшенной заявки. Там от нескольких параметров она зависит, достаточно громоздкая, это ПЛС, да, наверное, следующий, 30-й, наверное. Да, вот, вот среднее время. Много параметров. Можете ли Вы дать рекомендации, какие-то рекомендации по области изменения этих параметров, ну для того, чтобы уменьшить время ожидания, время пребывания в накопителе? Благодарю Вас за заданный вопрос. По результатам моделирования можно сделать вид, что введение безопасной зоны позволяет сократить как вероятность сброса, принятой в систему заявки, так и время ожидания, так и время ожидания. Вернее, вплывания в накопителе, точнее. То есть это зона? Да, безопасная зона. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Пожалуйста. Юлкиш, скажите, пожалуйста, можете Вы как-то объяснить такое большое разнообразие алгоритмов фактирного управления очередями и алгоритмов в систему райд, в частности? Благодарю Вас за заданный вопрос. Такое большое разнообразие алгоритмов связано с поиском идеального алгоритма. В краткость, Ваша сестра. Вы удовлетворены? Есть ли еще вопросы? Есть ли вопросов нет? То слово предоставляется научному руководителю, соискателю Иван Сергеевичу Зарядову. Иван Сергеевич, пожалуйста. Я знаю уже практически десять лет, мы с ним знакомы с тех времен, когда он еще учился. На втором курсе я ввел в него теорию вероятности и мат-статистику. Потом он изучал случайные процессы, которые я ввел на третьем курсе, он стал моим студентом. И в удовольствие успешно с ним работать сначала по применению в случайных процессах эффективной вероятности и упорности финансов, а начиная уже с магистратуры, как раз по исследованию системы массовообслуживанной споруды. Тематику данную мы начали еще в магистратуре, и уже тогда Илкерш начал хорошо работать. Он способен анализировать данные, способен изучать большой объем научной литературы, причем для него была проблема с англоязычной литературой, как и его родной язык, все-таки португальский, а не английский, но он с этой проблемой справился все равно. Как учеником, как аспиратом, как студентом, я очень доволен Илкершем. Это очень хороший, целеустремленный, подробный, одобренный студентом. Спасибо. Есть ли вопросы, товарищ Сергеевич? Нет вопросов, прошу, остается на место. Слово для оглашения отзывов получит авториклера предоставляется ученым институтом Совета Анастасия Вячеславовна. Пожалуйста, если я славно. Здесь имеется заключение к реализации развития к сетчерству, по-нарогу всей издании, в седании, нахожусь, и классной информатики, теории вероятности, по пути от физико-математических и естественных наук, где была выполнена данная диссертация. Дистрижание и заключение положительных. Кроме того, в Совет поступило 5 отзывов. Все отзывы положительные. Я сделаю обзор, спрашиваю, позволяйте мне. Тогда будьте людьми. Первый положительный отзыв поступило ответственность не в сторону главного, Продолжение следует... 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 Уважаемые коллеги, уважаемые члены Совета, председатели Совета, прежде всего хочу выразить инициативу благодарность за возможность выступить, поприсутствовать на таком мероприятии. Это всегда очень интересная работа. И про работу Вианы Илькиаша. При прочтении этой диссертации сразу вспоминаются классические работы. Данная работа посвящена классической теории массового обслуживания. Интересная постановка с пороговым направлением. Понятно, можно так со стороны посмотреть. Вроде как не новая, вроде как все занимались. Но тем не менее, те изменения, которые сегодня нам представил Илькиаш, они действительно, вроде как, мы все знаем, что добавление какого-то условия небольшого в систему массового обслуживания приводит к тому, что мы не можем получить аналитические результаты. При этом, мое первое знакомство, когда вы прислали диссертацию, я искренне сразу же согласилась, потому что я увидела, что авторам, я думаю, совместно с руководителем, удалось получить аналитические результаты, результаты именно аналитические, то есть подставляя любые значения, получая и вероятность. Мало того, что получились распределения вероятности, но и, как и любит говорить профессор назад, эти результаты доведены до числа, то есть могут использоваться практиками. То есть вот она, вероятность потери, соответственно, среднее время пребывания, среднее время пребывания в очереди, по-моему, вероятность не обслужена. Это все хорошо, действительно, для практики. Поэтому, почему мне еще парочка слов, почему мне эта тема очень близка, потому что мои учителя, учителя Томской школы, то есть это профессор Александр Федорович Терпугов, основатель школы по теории масса обслуживания, Александр Михайлович Горцев, как раз, по-моему, я нашла ссылку в вашей работе тоже на профессора Горцева, он занимался, и профессор Назаров, он в меньшей степени этим занимался, но тем не менее, это вот управляемые системы массового обслуживания. Да, они решали оптимизационные задачи своих докторов, но я думаю, что сегодняшний диссертант, возможно, и продолжит свои новые работы. Это вот некоторые мои были вот такие яркие впечатления от первого прочтения. Конечно, как любой оппонент, замечания всегда имеются, я не была знакома с ЛКХ, поэтому восхищение, я не скажу, владением русского языка и восхищением от коллег Российского университета Дружба народа, которые помогают вашим студентам так прекрасно преодолеть вот этот языковой барьер и делать научную работу. По содержанию работы есть замечания, а, наверное, они даже такие как бы рекомендательные, что хотелось бы еще увидеть, и, возможно, они натолкнут на желание, может быть, диссертанта или руководителя воплотить в дальнейших своих исследованиях и публикации. Значит, по содержанию можно высказать следующее замечание. В разделе 1.1 первой главы не объяснен принцип выбора и помедления представленных алгоритмов семейства РЭД. В разделе 2.1.4 второй главы для сброшенной заявки представлено помимо преобразования лапласности ДЕСА, отдельно могу сказать, что преобразование лапласности ДЕСА, диссертант, видимо, владеет совершенствами, потому что для всех моделей найдена еще и формула для среднего пребывания накопителей. А для обслуженной заявки с преобразованием лапласа в ней представлен вывод формул среднего времени ожидания начала обслуживания. Несомненным достоинством работы, прежде всего, что эта модель не является марковской, так как на ход таких систем полагается, что поступает регулярный поток. Вместе с тем, хотелось бы иллюстрации получить, неделюстративные примеры с различными типами распределения, демонстрирующие влияние их параметров на характеристики системы. Я думаю, что тут такая зависимость есть, и хотелось бы посмотреть, какая именно. В работе проводится анализ моделей предположения регулярного входящего потока и экспоненциального времени обслуживания. Но, вместе с тем, мы видим, что также разработана инновационная модель, но представляется интересным проанализировать характеристики системы при неэкспоненциальном обслуживании, если есть инновационная модель, я думаю, это можно сделать хотя бы с помощью инновационного моделирования. И также хорошо было бы добавить в главы краткие итоги исследования на ссылки на опубликованные работы. Но это в заключении диссертации стоило бы отразить, что отличает работу от ранее выполненных исследований по деламе диссертации и перспективы дальнейшей разработки темы. Указанные замечания ни в коем случае не снижают благоприятное впечатление от работы и ее значимость. Считаю, что диссертационное исследование Виана, Карваль, Кровида и Киаша на тему системы с пороговым управлением входящим потоком по содержанию, выводам и результатам является целостной и законченной научно-производной работой, в которой содержится новое решение научной задачи, связанной с исследованием системы массового обслуживания, с вероятностным сбросом, принятым в систему заявок. Содержание диссертации обладает внутренним медицином, отличается научной нарезной и существенным исследовательским вкладом в математическую теорию телетрафика. На основании вышеизложенного можно заключить, что диссертационная работа соответствует требованиям предъявленной диссертации на соискание учебной степени кандидатов в дискоматических наук, согласно пункта 2.2, раздела 2, положение о присуждении ученых степеней в Федеральном государственном аутономном образовательном учреждении высшего образования Российского университета Дружбы народа имени Патриса Лукова. Утвержденного ученым советом РУДН, протокол номер 12 от 03.07.2023, а ее автор Виана Ковальевна Ковальевна Вилкиаши, заслуживает присуждение ученой степени кандидата физико-матерических наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика и кибернетика. Большое спасибо. Есть ли вопросы к Светлане Петровне? Есть ли вопросы к Светлане Петровне? В разделе 1.1 главы были представлены с одной стороны наиболее известный алгоритм Светлана РЭД, классические РЭДы 1993 года, адаптивные РЭДы и его разновидности, священные РЭДы и его разновидности, алгоритм РИО и его разновидности и другие. А с другой стороны, алгоритм разработания за последние несколько лет. Второе замечание, также полностью согласен с данным замечаниям уважаемого оппонента, следовало включить вибор в форму среднего времени ожидания нашего обслуживания в тексте в середакции. Третье замечание, полностью согласен с данным замечанием уважаемого оппонента, в работе проводится наш модель в предположении регулярного гражданского потока экспоненциального временного обслуживания. Представляется интересным проанализировать характеристик систем при неэкспоненциальном обслуживании, хотя бы с помощью метафонного моделирования. Четвертое замечание, также полностью согласен с данным замечанием уважаемого оппонента, исследование в порогах систем с обновлением при неэкспоненциальном обслуживании является интересной задачей. Но, к сожалению, как следует из результатов предыдущих работ по системам с обновлением, особенно обращенным обновлением, при аналитическом исследовании возникают проблемы при выводе и анализе характеристики. Поэтому внимание было введено тонкость к неэкспоненциальному обслуживанию при рекуррентном гражданском потоке. Что касается метафонного моделирования, согласен, следовало бы попробовать. И последнее замечание, полностью согласен с данным замечанием уважаемого оппонента, основное отличие моей работы введения порогов в управлении механизмов обновлением. Возможный вариант развития темы это исследование системы с обновлением полным или обращенным обновлением с двумя порогами в накопителе. Один не определяет включение механизма обновления, другой определяет безопасную зону. Также исследование системы с ипольным обновлением и неэкспоненциальному обслуживанию. На этом все. Большое спасибо. Ундальцов, я официальный оппонент ответом с искателем. Спасибо. Слово предоставляет второму оппоненту уже в третий секунд барабану и ловить Александр. Пожалуйста, председатель. Уважаемый председатель, уважаемый член диссертационного совета, добрый день. У меня тоже очень приятно выступить сегодня оппонентом в вашем уважаемом диссертационном совете, потому что дебют в вашем совете. И прежде чем озвучить такую официальную часть своего отзыва, мне хочется, конечно, сказать пару слов о положительном впечатлении о данной работе и отметить такие моменты. Ну, в первую очередь, это актуальность, конечно, работы. Безусловно, управление буфером, управление лучшими на психических устройствах, коммутаторах, мушетизаторах это очень важная задача, поскольку мы знаем, что постоянно растет объем трафика и требование в качестве предоставляемых услуг тоже возрастает. Поэтому вот один из способов, конечно, управлять буфером. Ну, вот те модели, которые мы сегодня здесь предложили, соискатели, мы сегодня заслушали, увидели их, это вот новые модели, которые как раз позволяют решить данную задачу. Я также вот согласна, что работа действительно и в теоретическом плане достаточно сильно и в практическом, и в практическое значение, хотя все-таки немножко не соглашусь, наверное, здесь больше, наверное, играет мое первое базовое образование, я инженер связи по специальности, поэтому мне хотелось бы, конечно, здесь больше видеть вот таких вот практических рекомендаций, и вот не одна я, вот Юлия Васильевна сегодня тоже задала вопрос по поводу исследования полученных характеристик, как они зависят, и что можно сделать. Да, есть численные определенные результаты, ну вот, допустим, я отразилась тоже этот момент замечания, было бы неплохо, если бы вот лямбда, мюм, вот эти интенсивности поступления, обслуживания, они все-таки выбирались, исходя из каких-то конкретных практических задач, да, тот же самый размер, вот этот порог, размер буфера, но, опять же, повторюсь, вот мы сегодня слушаем диссертацию на счету все-таки в степени кандидата по физико-минзематическому науку, это необязательное требование, но мне кажется, что вот в качестве рекомендаций на будущее это было давало такую, ну, больше яркость, большую практическую значимость работы. И сейчас озвучу замечания, которые вот были в моем мозге, их, в общем-то, немного, 7, постараюсь скратить. Первое замечание. В разделе 1.1 первой главы в качестве алгоритма фактического управления очередью представлены только алгоритмы семейства РЭД, причем не все, но при этом не объяснено, по какому правилу выбирались рассмотренные алгоритмы. Не для всех рассмотренных во второй главе моделей, в частности, раздел 2.2 удалось получить в явном итоговом виде аналитические выражения для расчета таких характеристик, как вероятность обслуживания и сброса поступившей заявки, среднее время ожидания начала обслуживания, среднее время до сброса принятой системы заявки, третий замечательный во второй главе рассмотрена модель системы с паровым управлением вероятностным сбросом без безопасной соны в накопителе раздел 2.2 логично было бы рассмотреть аналогичные модели в третьей главе для случая сброса из накопителя производного числа принятых заявок. Четвертое замечание в работе нет объяснения выбора значения интенсивности поступления обслуживания при проведении инфекционного мобилия нет, что я говорила. Пятое замечание исходя из приведенных приложений таблиц при проведении инфекционного моделирования не следовалось как дисперсия числа заявок в системе так и дисперсия времени пребывания заявки в системе что позволило бы выбрать оптимальное сочетание дисциплина обслуживания и сброса. Для большей наглядности полученных результатов желательно было привести численные расчеты производительности системы и сравнить их с результатами инфекционного моделирования. И седьмое замечание касается оформительских моментов в диссертационной работе присутствует ряд стимистических ошибок и опечаток таблиц в приложении не переведен на русский язык. несущественное замечание. Сделанные мною замечания безусловно не снижают научную ценность полученной в диссертационной работе результатов. Работа соответствует требованиям предъявляемых диссертаций на СССР ученых степеней кандидата физико-математических наук согласно пункту 2.2 раздела 2 положения в рассуждении ученых степеней Федеральное государственное автономно-образовательное учреждение высшего образования Российской Университет Дружбы народа подвес утвержденного ученым Советом РУДН протокол номер с 12 до 3 июля 23 года ее автор Виана Карвальюк Кровицкий Укиаж заслуживает рассуждение ученых степеней кандидата физико-математических по специальности 1 2 теоретическая форматика и кибер У меня все спасибо Большое спасибо Если вопросов нет то слово для ответа официального оппонента предоставляет все исключительно Здравствуйте уважаемая Елизавета Александровна Первое замечание полностью согласно с данным замечанием уважаемого оппонента алгоритм РЭД был вибраем потому что ранее в работе других авторов проводилось сравнение с системой обновлением и классического алгоритма РЭД Кроме того алгоритм РЭД реализован и современный маршрутизация Правила вибра алгоритма РЭД были уже упомянуты при ответе на замечание уважаемости плана Петровна Второе замечание полностью согласно с данным замечания уважаемого оппонента к сожалению в отличие от модели рассмотренной в первой части главы не удалось с помощью производящих функций свернуть в введенные уравнения как для вероятности обслуживания либо спрос о принятой системе заявки так и для представленных в первом организме на два системы тестов уравнения для уник третий замечание полностью согласно с данным замечания уважаемого оппонента при проведении моделирования выбрали видов интересны интенсивно обслуживания так чтобы загрузка была близкой или больше единиц именно для такого случая представлен результат приложения Пятое замечание – «Конус согласен с данным заведом оппонента – если осуждение аспlys Noob» недостаток проведенной работы. И последнее замечание полностью согласно свиданиям и замечаниям уважаемого оппонента. На этом все спасибо. Спасибо. Ублагодарен для официального оппонента в этом связи с вами. Снова предоставить третьему оппоненту, кандидату технических наук Михаил Сергеевич Степанов. Пожалуйста. Уважаемые председатели, уважаемые члены бессертизационного совета, позвольте вас еще раз приветствовать за сегодняшний день. Так уж получилось, что сегодня мне выпала честь выступить в качестве оппонента сразу двух замечательных диссертантов из РДН. И что объединяет эти работы, которые мы слушаем сегодня, то, что они используют в том числе и классические методы для того, чтобы решать задачи, которые стоят перед современными телекоммуникациями. Я отмечал это в предыдущем отзыве, я отмечу это и сейчас. В частности, задачи, связанные с оптимизацией маршрутизаторов, с оптимизацией процессов обработки трафика на маршрутизаторах, являются важными, особенно в свете постоянно растущего трафика, которые на эти узлы поступают. А маршрутизатор это, по сути, основа глобальной сети, пользователями которыми мы все являемся сегодня. Поэтому положительный эффект от таких работ имеет далеко идущие положительные последствия. И мои личные впечатления от диссертанта так получилось, что мы с ним столкнулись можно сказать за 5 минут, наверное, за 10 до того, как началась его защита. Он стоял в коридоре, повторял свой доклад, волновался. Ну, я рад, как и все диссертанты, но я рад, что он смог побороть свои нервы, свое волнение и блестяще доложил свои результаты и ответил на вопросы, уважаемые, кематор и диссертационного совета. А касательно замечаний, которые я обозначил в своем отзыве, позвольте мне их зачитать. В разделе 2.2 второй главы представлены выражения для вероятности обслуживания и сброса поступившей заявки среднего времени ожидания начала обслуживания и среднего времени до сброса принятой в систему заявки не примедены до удобного для численных расчетов вида. В третьей главе, в разделах 3.4.1 на 3.4.2 представлены временные характеристики для двух из возможных четырех комбинаций вариантов обслуживания и сброса заявок в порядке поступления либо в инверсионном порядке. Желательно было бы рассмотреть варианты, когда заявки обслуживаются в порядке поступления, а сбрасываются, начиная с последней пришедшей, либо заявки обслуживаются с последней пришедшей, а сбрасываются с первой пришедшей. Третье замечание. В работе не представлены на графике поведения основных характеристик, рассмотренных во второй и третий главах систем. по результатам проведения имитационного моделирования. Четвертое. Не представлены сравнения аналитических результатов моделей 2-й и 3-й глав с результатами имитационного моделирования. И пятое. В диссертационной работе не присутствуют опечатки и стилистические ошибки. Однако сделанные замечания выше не снижают научную ценность, полученных в диссертационной работе результатов. Таким образом, диссертационное исследование Виана Каравалья-Каравида-Лкиаша на тему системы с пороговым управлением входящим потоком по содержанию, выводам и результатам является целостной и законченной научно-квалификационной работой, в которой предложено новое решение научной задачи, связанное с пороговым управлением входящим потоком данных, что имеет важное значение для разработки математических моделей, для анализа и оценки эффективности функционерной систем с реализованным управлением входящим трафиком во избежание возможных переговоров. Работа соответствует требованиям, предъявляемым диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждения ученой степени в Федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумунга, утвержденного ученым средством РДН протокол номер УС-12 от 3 июля 2023 года, а ее автор Вианна Каравальев, королевский ЛПР, заслуживает подтверждение ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика и кибернетика. У меня все. Большое спасибо. Большое спасибо. Есть ли вопросы к Митилу Сергеевичу? Если вопросов нет, то слово для ответа официально оппоненту предоставляется в заключении оппонента. Уважаемый Михаил Сергеевич, отвечаю на первое замечание. Я полностью согласен с данным замечанием уважаемого оппонента, как и с лучшим замечанием уважаемой Елизаветы Александровны. Должен сказать, что пытались упростить ввержение доверенности на родственнике, но, к сожалению, не удалось. Второе замечание полностью согласен с данным замечанием уважаемого оппонента Билы рассмотрено по минуте уважаемым оппонентам. Варианты обслуживания и обновления введены уравнения для стационального распределения времени по выводу в накопитель сброшенной заявки и стационального распределения времени, что они начали обслуживание через плотность функций распределения грабозованного пластили ТЕСС, но свернуть и упростить эти выражения с помощью производящих функций не удалось. Третье замечание полностью согласен с данным замечанием уважаемого оппонента. так, к сожалению, ведь церта с результатом доставленного моделирования представлены только в виде таблицы, но постарался учесть с данным замечанием при подготовке к результатам. Четвертое замечание полностью согласен с данным замечанием уважаемого оппонента и считаю серьезным недостатком проделивной работы. И последнее замечание полностью согласен с данным замечанием уже на этом все спрашиваю. Дальше спасибо. Удовлетворен для официальной оппонента? Если переходим к дискуссии. Кто по существу здесь остался? Можно я, как заветчик, расскажу два слова? Работу я поддерживаю. Просто считаю, скажу присутствующим. Учителем Иван Сергеевича является Александр Владимирович Печенкин. Правда, да? Это у нас некая школа, он уже в третьем поколении. Александр Владимирович ушел из жизни, но он оставил очень большое наследство после себя у нас в университете Другого народа. Есть про учебники «Теория вероятности» Бочаров и Печенкин известные. Есть учебник по теории массового обслуживания Бочаров и Печенкин. Ну и то, что я вижу здесь на слайдах, мелкие вопросы у нас потом будут к руководителю, поскольку он начал доктор спецсертации заниматься. Ну это вот видно, я прям вижу, как работает Иван Сергеевич и профессор Печенкин. Я помню, когда он уже полежал, я к ним приходил, и с Юль Васильевым говорит, пусть я буду заниматься только теми методами, которыми я владею, решая задачи. И вот я вижу эти методы вот здесь. То есть эффективное владение, как знаменит, по классу стильтез, это вот признак вот этой школы. И конечно, ну как ученика кафедры и выпускника кафедры, я поддерживаю, изучил, что такое, где он живет. Шикарный совершенно остров небольшой. Да? Здравствуйте. Да? Посмотрите на его страну, где живет. К нему надо ездить отдыхать. Ну и конечно, эта страна очень небольшая, да? И я уверен, что выпускник университета дружбы народов в этой стране, да? Ну вот будет нас очень достойно представлять. Все, спасибо. Я поддерживаю эту работу. Большое спасибо. Большое спасибо. Есть ли еще желающих в дискуссии? Если желающих нет, тогда предоставляем заключительное слово соискателю. Пожалуйста, заключительное слово. Уважаемые председатели, уважаемые члены СССР, разрешите выразить свою благодарность за интерес и внимание к моей работе, астративные предложения и замечания положительную оценку работы. Отдельно хотелось бы выразить огромную благодарность своему научному руководителю Зарядову Ивану Сергеевичу за ту профессиональную помощь, которая была оказана мне при проведении данного СССР. Хочу также благодарить официальных оппонентов, уважаемую Светлану Петровну, уважаемую Елизавету Александровну и уважаемую Михаила Сергеевичу, а также ведущую организацию, постараясь в дальнейшем научной работы учесть все высказывания, вам замечания и положения. Очень признаю всем, кому приходилось обращаться за советом и помощью, а также присутствующим за проявление интересов и муральной помощи. Большое вам спасибо. На этом я все спасибо. Теперь для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную комиссию в следующем составе. Гайда Макра, Юрий Васильевна, Рыбаков Юрий Петрович, Малых Михаил Гитлевич. Ставлено голосование. Кто за? Против. Воздержался. Принято единогласно. Объявляется перерыв для тайного голосования. Я прошу не членов Совета ненадолго. А членов Совета успеть свои новостения вот в этом. Гайда Макра, Юрий Петрович, Минуч speaking, я своих турниров男 έχει выбратьiam. Комиссиюэк. да закрывается все больше и больше потом начинает говорить да мы не знали и не думали ну да и буду брать и стали тоже обучиваться писанием на все они просто идем Продолжение следует... Сейчас я покажу. Молодой Фомышевый старый, молодого. 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 54-го московника. Сейчас. Василий Дашун, просто славный. Я скачал подкур, по-моему, все послали членов совета. Это, конечно, не бедно. Может, у него родственник тоже бабушек. Да, конечно. Конечно. Прошу. Прошу. Я думаю, что у нас, дорогие. Посмотрим, пожалуйста. Ну, может, и там всем. Молодого составляется, как седатели частной комиссии. Ваши ученики. Здорово. Юрий Васильевич, вам слово. Пожалуйста. 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 Где? Ваш ученик. Уважаемые участники. Заседание диссертационного совета. Это протокол заседания четной комиссии диссертационного совета ПДС 0200.006 от 1 марта 2024 года. В состав диссертационного совета 15 человек. Присутствовали на заседании 12 членов совета, в том числе докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации. 5. Роздано бюллетерии 12. Осталось нерозданных 3. Оказалось в уме бюллетерии 12. Результаты голосования по вопросу о присуждении ученой степени кандидата в физико-математических наук Виане Карвалея Кравиду Илки Ашо. За 12. Против ноль. Недействительно бюллетерии ноль. У меня все. Большое спасибо Акту. За утверждение. Прошу голосовать за. Против. Воздержался. Принято единогласно. Нам еще нужно принять заключение по рассмотренной диссертации. Проект заключения по розыгрышному совету. Есть ли дополнения и изменения? Можно? Да, дополнения и изменения. Мне кажется, что на той странице, где излагается автореферрат Ротт, автореферрат Дарбуновой, имеется предложение, которое, мне кажется, не согласовано. Качество недостаточно указано, а также просто объяснено. Мне кажется, это неправильно так сказать. Хорошо. Истеристически и грамматически, да. Ну и по и словах предложения, да. Тут еще один пробел пропал, и я думаю, что я это вручу. Да. Большое спасибо. Есть ли дополнения и изменения еще? Если нет, то прошу голосовать. Кто за принятие секса заключения? За. Против. Воздержались. Принято единогласно. Таким образом, диссертационный совет установил, что диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, представленная Вианой Карварию Карвидом и Лукиашем, является научно-кулилициальной работой, в которой содержится решение актуальной задачи активного управления очереди и порогового управления входящим трафиком, имеющей важное значение для анализа эффективности функционирования современных терекоммуникационных систем, так как позволяет адекватно описывать процессы, связанные с потерей информации, возникающей в современных системах передачи данных. Работа отвечает всем требованиям диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика и гибернетика согласно пункту 2.2 раздела 2 положения присуждения ученых степеней федерального государственного основного образовательного учреждения и высшего образования Российский институт дружбы народов имени подрисованного утвержденного ученым сетом РУДН протокол номер ОС12 от 0307-2020. На основании тайного голосования Гиана Карвалью, Провиду и Укиашу присуждается ученая степень кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика и гибернетика. А есть ли у присутствующих замечания поведения заседания? Нет. Если замечаний нет, то разрешите поздравить соискателя с успешной защитой диссертации. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПОДПИСМЕНТЫ Спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ